На телеканале Юганск время итоговой программы. Здравствуйте! В студии Кристина Кочерова. И коротко о главных темах этого выпуска. Она на следующий год весной, она еще больше продавится. Ее затопит даже без такой воды, которая в этом году была. Готовь сани летом. Председатели дачных кооперативов решают вопросы по ремонту затопленной дороги в сторону Кедрова. Я не остался к этому равнодушным и принял участие в этой акции. Нет наркотикам. Активная молодежь Нефтьюганска вышла на борьбу с рекламой соли из пальцев. Если вы угадали, иродивергент, тогда не отчитаются баллы. В поисках артефактов третья смена в палаточном лагере завершилась увлекательным квестом. Сегодня в малом зале администрации состоялось совещание с председателями дачных кооперативов, находящихся на Кедровом острове. Напомним, сейчас на автодороге, которая была затоплена паводковыми водами, идут восстановительные работы. Руководители садово-некоммерческих товариществ решают, как привести путь к дачам в надлежащее состояние, чтобы ситуация не повторилась в следующем году. Власти города продолжают заниматься ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации на пути, ведущим к кооперативу Кедровой. Сейчас там работают сотрудники муниципального предприятия «Универсал-сервис». Главная задача специалистов в кратчайшее время открыть безопасный проезд к огородам и снять режим чрезвычайной ситуации. Но ни содержанием, ни дальнейшим ремонтом автодороги администрация заниматься не вправе. Точно так же, как и выделять средства из городского бюджета на ее восстановление. Решать проблему должны своими силами участники дачных кооперативов. Причем как можно скорее. Вот если дорогу сейчас в таком состоянии брось, в котором она сейчас есть, она на следующий год, весной, она еще больше продавится. Ее затопит даже без такой воды, которая в этом году была. Председатели садово-некоммерческих товариществ сами заинтересованы в том, чтобы к следующему сезону восстановить дорогу. По подсчетам дачников на отсыпку трассы необходимо 880 машин песка. Стоит это дорого. Поэтому жители обратились к городским властям, чтобы вместе прорабатывать другие, менее затратные и эффективные пути решения проблемы. Бетонные плиты, например, тоже обойдутся в сотни тысяч рублей. Если взять экскаватор и с одного края, допустим, пройтись, и с другого края пройтись, сделать эту дорогу 8 метров. Да, ну, вылишься. Раз вы поднимите. Проблемой сейчас найти деньги. Не все кооперативы готовы сдать средства на восстановление дороги к дачам. В садово-некоммерческих товариществах более 800 участков. Самый многочисленный – кедровый. Если с каждого двора собрать по тысяче рублей, то денег не хватит как минимум на обновление половины дороги. Но, по словам председателя, есть более важные проблемы. На территории Кедрового острова расположено 8 дачных кооперативов. Особой дружбы между председателями нет. Каждый занимается своими проблемами. Дабы избежать и дальнейшей разрозненности, на собрании решили создать некий союз кооперативов для решения общих вопросов. Предложение создать из председателей кооперативов – это правление. И среди председателей выбрать ответственность за дорогу, за свет, за вывоз мусора. Сейчас задача специалистов – восстановить дорожное полотно до вечера субботы. Глава администрации уже запланировал выездное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как только режим ЧС снимут, вся ответственность ляжет на плечи некогда утопающих огородников. При этом квалифицированные специалисты муниципальных предприятий готовы оказать консультацию и поддержку в составлении сметы и закупке материалов для восстановления дороги. Кристина Кочерова, Светлана Ряписова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Любой документ за 15 минут в интернете. Нефтьюганцы стали чаще использовать возможности единого портала государственных услуг. Сегодня получил популярность запрос справки о наличии или отсутствии судимости. Для чего нужен документ и как его можно оформить, смотрите в сюжете. Пять лет назад справка о наличии или отсутствии судимости стала обязательным документом при трудоустройстве социально направленной организации. Без нее сегодня невозможно работать в детском саду, школе или реабилитационном центре для инвалидов. Как правило, крупные компании и высшие учебные заведения тоже требуют специальную бумагу. Запросы на получение своеобразного пропуска на работу растут из года в год. Могу сказать по статистике, что в 2014 году к нам обратилось 2212 граждан. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, за полугодие, значит в этом году к нам обратилось 1428 человек. Это на 478 человек больше, чем в прошлом году. Добраться до МВД при необходимости отстоять очередь и оформить документы. На эту процедуру у нефтьюганцев может уйти порядка часа. Иначе дело обстоит с единым порталом государственных услуг. Здесь подача заявления на получение необходимого документа займет 10-15 минут. К тому же на сайте размещена вся необходимая информация о государственных органах и услугах, опубликованные образцы и формы заявлений. Здравствуйте, я бы хотела заглянуть справку о наличии и отсутствии судьяности. Оригинальная справка выдается строго в руки заявителю. Вся информация конфиденциальна. О ней могут знать лишь сам гражданин, сотрудники внутренних дел и непосредственный работодатель. Отметим, документ бессрочный. Однако, если после получения справки тот или иной житель города будет привлечен к уголовной ответственности, обновленная информация рано или поздно поступит к непосредственному начальнику. Кристина Кочерова, Денис Малёв, телерадиокомпания «Юганск». Реклама синтетики противоречит взглядам нефтеюганской молодёжи. Активисты и специалисты Центра молодёжных инициатив провели рейд по наркотикам. Ребята вооружились баллончиками с краской и закрасили надписи на стенах зданий, содержащие информацию о распространении наркотических и психоактивных веществ. Соли, спайсы, миксы. Эти слова сегодня не только на слуху, но и на виду. Так называемые дизайнерские наркотики. До недавнего времени, изменив ни в них один компонент, можно было уйти от уголовной ответственности. Теперь же Госдом объявило войну с семь видом спайсов. Так же поступили и нефтеюганские активисты. Главная цель волонтёров – сократить распространение рекламы, которая пропагандирует употребление психотропных веществ. В данный момент мы закрашиваем надписи, где люди очень плохие продают всякие наркотики, которые губят людей. А мы закрашиваем, чтобы люди не велись на это всё. Активистам Центра молодёжных инициатив по 15-17 лет. Курить химию никто не пробовал, но знают о ней много. Всё потому, что вокруг немало примеров, когда молодёжь погибает после одурманивающей затяжки спайсом. Смеси губительно действуют не только на психику, но и на мозг, убивая его клетки, причём очень быстро. Лично у меня знакомый был, он, к сожалению, пострадал от этого. И вот поэтому я не остался к этому равнодушным и принял участие в этой акции. Пока инициативная молодёжь закрасила цветной краской только две надписи – на зданиях магазина в 13-м микрорайоне и ресторане в 9-м. Как выяснилось, распространители психотропных веществ не всегда пишут простые номера телефонов и известные названия. Они рисуют коды, распознать которые при желании может каждый, кто хочет получить смертельный кайф. Это надо вести пропаганду против этого, то есть профилактику наркотиков, рассказывать про них, как больше обращать внимание на молодёжь. Такие надписи, рекламирующие наркотические средства, зачастую пишут и на жилых домах. Однако устранением этих правонарушений занимаются управляющие компании. В свою очередь, ребята из Центра молодёжных инициатив намерены продолжить свой благородный порыв и дальше. Мы за здоровый образ жизни! Кристина Кочерова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». С 1 сентября югорские старшеклассники будут проходить тест на наркотики. Проверять на наличие в крови психотропных веществ намерены подростков от 13 лет и старше. На медкомиссии в школе с учениками сначала побеседуют психолог и нарколог. Если у специалистов возникнут подозрения, что ребёнок употребляет пагубные для здоровья средства, то ему дадут направление в поликлинику на сдачу анализов. Что думают о нововведении нефтьюганца, смотрите в рубрике «Юганск говорит». Ну я вообще-то отношусь к этому положительно, потому что у нас уже до того стало, ну не выскажешь, что стало, поэтому если он не порченный, он пойдёт запросто. А кто уже в зависимости, тот правильно будет отказываться. У меня у самой внук большой уже 18 лет, поэтому уже гляжу за ним только так, чтобы всё было нормально. Это необходимо. Потому что много пацанов ходит курить, а курить, как таблетки надо курить. Почему? Вот и до этого начинается. Я считаю, надо, потому что слишком много молодёжи развелось, наркомании много. На всех подъездах, в домах всё написано. Я буду, например, своему ребёнку дать, чтобы проверяли. Хотя вот и знаешь, вроде бывает, а постоянно же на работе, где уследишь бывает. Вот я, например, кондуктором работаю, я целый день бываю на работе. Кто его знает с друзьями, что там? Ладно, она вот маленькая, а постарше есть дети из-за этого. Так, процент, ну, 50 на 50, скажу. Сейчас такая молодёжь пошла, то, что и в 12 лет, и курят, и пьют. Я согласен, да, с этим. Кто себе лету спрашивает, кто там денег не хватает. Ну, видно же, по ребёнку. Ну, чего он просит? Я думаю, что дело должно быть добровольное. Нужно спросить человека. Не знаю. Ну, и, соответственно, и с родителями тоже надо проводить такие беседы, мне кажется. Они тоже должны в этом участие непосредственно принимать. Так, чтобы конкретно школьника брали, вели на экспертизу. Я думаю, такого не должно быть. Только с родителями. Наверное, скорее всего, надо. Почему? Почему? Ну, наверное, потому что распространяется очень быстро. Поэтому надо. Может, в детском саду уже надо будет, скоро. Мне кажется, это очень хорошая идея. Мне кажется, даже не с 13 лет нужно проверять, а намного раньше. Потому что есть, ну, вот, маленькие детки, которые начинают вести не очень хороший образ жизни и со второго класса, и с третьего класса. Поэтому я думаю, что это обязательно нужно делать. В палаточном лагеря Нефтьюганска завершилась третья смена. Квест по мотивам популярного фильма «Дивергент» стал завершающей коллективной игрой. Альтруисты, эрудиты и бесстрашные. Искали подсказки, торговались и договаривались между собой, проявляя и тренируя лидерские качества. А, и то есть у нас вычитаются баллы, и дивергент, он потеряет право... Нет, если это точный дивергент, если вы угадали, и это дивергент, тогда не отчитаются баллы. Для того, чтобы вычислить девятерых дивергентов, дается всего пять раундов по 10 минут. За это время все три фракции должны отыскать свои артефакты и найти шпионов. Ведь если темные силы объединятся, зло завладеет игровым миром. Наша команда называлась «Эрудиция». Мы бегали по лесу, по всей территории, искали свои артефакты. Нашли только один, но у нас 25 очков, потому что мы продали один артефакт чужой, и поэтому выиграли. Предлагать, продавать и приобретать разрешалось только определенным персонажам. Остальные должны помогать и поддерживать. Какую роль выбрать для себя, каждый решал самостоятельно. В лагере активистов абсолютно все действия направлены на развитие творчества и лидерских качеств. Лидерская смена как раз-таки, почему говорю на контрасте, она подразумевает некую свободу выбора, некий личностный рост и, безусловно, развитие в себе собственных лидерских качеств, для того, чтобы изменять прежде всего свое окружение, менять свою семью, своих друзей, делать их жизнью лучше. Совладать с 30 ребятами организаторам было непросто. Команда Российского союза молодежи, начальник лагеря и представители Центра молодежных инициатив в течение всей пятидневной смены буквально сколачивали из абсолютно разных юношей и девушек большую сплоченную команду. Это лидерская смена. То есть здесь ребята, которые приехали, уже задачные каким-то собственным развитием, вопросами на самопонимание, на самоопределение. И с ними, конечно же, нелегко, потому что они все личности, они все хотят заявить о себе, но с ними интересно. Игрой «Дивергент» закончилась третья смена палаточного лагеря. По ее завершению ребята разъедутся по домам. Но на этом приключения нефтеюганских активистов не заканчиваются. Ведь все они подружились и теперь смогут общаться в любое время. Елена Гайлиман, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск». Зимний праздник летом. Воспитанники третьей смены лагеря дневного пребывания «Читай-город» устроили в нефтеюганской библиотеке настоящий Новый год с елкой и красочными костюмами. На необычном мероприятии побывала наша съемочная группа. Новогодняя елка, мишура и костюмы сказочных героев. И никого не смущает, что за окном лето. Всенародный любимый праздник пришел к воспитанникам лагеря «Читай-город» второй раз в году. Вместо Деда Мороза Дед Жара и его внучка не Снегурочка, а Росинка. Любимые персонажи рассказали ребятам о богатстве и красоте природы именно в летний период. «Читай-город» — это путешествие по улицам писателей. Недавно ребята изучали Носова, Пушкина, Лермонтова. Ну а сегодня мы решили для ребят сделать праздник Новый год. Когда мы спросили у них, ваш самый любимый праздник, конечно же, многие ответили, что это их праздник Новый год. 25 юных нефтеюганцев окунулись в волшебную атмосферу праздника, который для многих из них является самым долгожданным. Необычный маскарад собрал ребят от 6 до 12 лет. На протяжении 10 дней школьники знакомились с литературными персонажами и произведениями. Сегодня они сами примерили на себя роли сказочных героев. Я читал «Гоголя», «Ночь перед Рождеством», помню. И сейчас я еще читаю «Хоббита». 11-летний Андрей интересуется наукой и читает энциклопедии. Для праздника юный книголюб выбрал костюм «Звездочета», хотя больше всего мальчик увлекается поэзией русских классиков. Ушкин, у него очень хорошая поэзия и со смыслом все у него. В течение двух часов воспитанники лагеря водили хороводы у елки, пели новогодние песни и играли в бумажные снежки. Мероприятие завершилось праздничной дискотекой. Елена Волкова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Уникальные книги православной тематики представил музейный комплекс «Нефтьюганска». В мини-выставке экспонируют 14 старопечатных изданий, среди которых старообрядческие книги первой половины 17 века. Узнать об особенностях религиозной политики последних четырех веков нефтьюганцы смогут до конца ноября. Музейный комплекс «Нефтьюганска» хранит в своих фондах немало цен. В этот раз научные сотрудники представили на суд зрителей уникальную экспозицию старопечатных православных изданий. Псалтирь, молитвослов, Евангелие и многие другие книги, прошедшие через руки множество людей и сохранившие историю христианства до наших дней. Евангелие, к сожалению, не отреставрировано 1909 года. То есть ему всего больше века. Здесь, соответственно, Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна на церковно-славянском языке, издавалось и на русском, но на русском только в конце 19-го века, когда был сделан перевод. По правилам музея, книги может брать в руки только специалист. Удовлетворяют любопытство фотографии и копии гравюр, сделанные специально для удобства посетителей. Есть на выставке и книги советского периода. Во времена жесткой религиозной политики их прятали под обложки орфографических словарей и другой рабочей литературы. На соседней полке в кожаном переплёте красуется другое старообрядческое издание, выпущенное ещё до реформ патриарха Никона. Книга «Псалтирь» представляет собой перепечатку конца 19-го века, предпринятую старообрядцами, с буквальной копией создания 1646 года. Дело в том, что старообрядцами были книги, выпущенные до реформ патриарха Никона в середине 17-го века. Всего в мини-выставке представлено 14 книг различных периодов жизни нашего государства. Ощутить дух времени и познакомиться с древними книгами нефтьюганцы смогут до конца ноября в холле музея реки Обь. Елена Гайлиман, Денис Малёв, телерадиокомпания «Юганск». Король спорта. На этих выходных некогда будет скучать любителям футбола. На стадионе «Нефтяник» спортсмены сыграют последние матчи первого круга чемпионата города по футболу. Расписание игр на ваших экранах. В первом субботнем матче выяснят, кто сильнее – ССК и Пойковский «Атлант». Начало встречи в 16.00. Следом на поле выйдут Обь и Алания. Матчи воскресного игрового дня стартуют в 14.00. Идущий без поражения лидер турнира «Блик» проэкзаменует соседей из Пытьяха – клуб «Экатон». Завершится первый круг чемпионата матчем «РН-Информ» СУ-905. Встречи обещают быть интересными и ждут своих болельщиков. 2 августа в России отмечается День ВДВ. Напомним, в этом году исполняется 85 лет воздушно-десантным войскам. Этот праздник отмечают практически во всех городах и регионах страны. И во всех дивизиях и частях, где дислоцируются десантники. В Рязани, Пскове, Иванове, Туле, Новороссийске и Омске. Стоит отметить, что крылатая пехота сегодня отмечает 85-ю годовщину. Со дня создания воздушно-десантных войск Мобильного резерва Верховного главнокомандующего России. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было выброшено на парашютах десантное подразделение в составе 12 человек. В 1932 году началось формирование авиадесантных частей. В 1941 году на базе воздушно-десантных бригад были созданы корпуса численностью свыше 10 тысяч человек каждый. В годы Великой Отечественной войны десантники проявили массовый героизм. Крылатая пехота вписала много ярких страниц в летопись вооруженных сил нашей страны. Воины в голубых беретах всегда были и остаются воплощением достоинства и чести, преданности родине и воинскому долгу. Редакция телерадиокомпании «Юганск» поздравляет десантников с праздником. Желаем вам счастья, благополучия и только мирной синевы над головой. Напоминаем, в воскресенье в час дня у мемориала «Верным сынам Отечества» состоится митинг памяти. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире и хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова